Месяц Рамазан Месяц Рамазан И о ней Всевышний Аллах в Коране говорит Ночь предопределения, ночь могущества, она больше, лучше даже, чем тысячи месяцев Сколько это в годах? Это более 83 лет Представьте, средняя продолжительность жизни человека 80-90, можем сказать Но она даже еще и меньше И представьте, одна ночь вам дает благ, как будто бы вы на протяжении 83 лет Одно и больше поклонялись, постились, делали добрые деяния и делали, выполняли поклонения И этим самым приближались шаг за шагом ко Всевышнему И все это даруется за одну ночь Представьте даже обычный пример обыденный Например, человек работает на заводе И когда ему говорят, что за один день работы И даже не день, а ночь работы Плодотворной работы На совесть выполненной работы ты получишь 83-летнюю зарплату Кто из нас устоит, интересно? Естественно, человек постарается максимально выложиться на все 100% Чтобы он получил эту благодать В хадисе пророка Мухаммада А.С. описывается, что Когда пророк Мухаммада А.С. рассказывал про один народ Где люди находились более 80 лет в поклонении Всевышнего Аллаха и служении на его пути И некоторые из сахабов воскликнули «Я Расулуллах!» Как же так? Мы не сможем даже половину этого выполнить То есть мы не сможем какую-то часть даже из этого повидать И поклоняться так много Всевышнего Аллаха и Тааля Как же сможем мы их опередить? У сахабов было такое качество, что они старались всегда соревноваться Соревноваться в благом И Аллаха и Тааля в Куране восхвалял это качество Да, у человека есть такое качество соревнования Он соревнуется в мирском, в знаниях Но самое лучшее соревнование, когда человек соревнуется в благом В приближении своими добрыми деяниями ко Всевышнему Аллах и Тааля И сахабы спросили у пророка Мухаммада А.С. Пророк Мухаммад А.С. как раз ответил Что даже одна ночь, Лайля Туль Кадр, Ночь Могущества Может с лихвой перекрыть целую жизнь полной поклонений Эта ночь у нее есть особые качества О которых Аллах и Тааля в Куране также описывает В эту ночь Аллах и Тааля не спосылает ангелов Они заполняют все в этом мире И на земле становится благодать Все просто благоухает этой благодатью и светом, нуром Всевышнего Аллаха и Тааля Искренние рабы, искренние люди, они начинают чувствовать Многие люди, те, которые постоянные в поклонении, начинают осизать это И эта ночь, ночь Ляля Туль Кадр Ночь принятия молитв В одном из хадисов пророка Мохаммада, алейиссалату вассалям Описывается, что Ангелы Обратятся к людям Есть ли на земле те, которые Просят исцеления? Аллах и Тааля даруют вам Есть ли на земле те, кто Просят Благодати от Всевышнего Аллаха и Тааля И Аллах и Тааля даруют вам Просите у Аллаха и Тааля И Аллах и Тааля даруют вам Ночь предопределения В хадисе пророка Мохаммада, алейиссалату вассалям Как раз говорится Абу Саид аль-Худри Говорит, что пророк Мохаммад, алейиссалату вассалям Находился вместе Со своими учениками В Эртикафе То есть Постоянно находился в мечети И поклонялся И он вышел В один из дней И он говорит Мне было неспослано Неспослано, что Есть определенный день Ля-Ля-Туль-Кадр Ночи могущества Но я по милости Всевышнего Аллаха и Тааля Забыл, описывается И в этом есть тоже Великая благодать, дорогие друзья Представьте, если бы Ночь могущества Была бы определена И был бы определенный день Только для нее Вернее, ночь То мы бы просто ждали бы Этой ночи Высыпались бы Молились бы всю ночь И таким образом Дальше обратно Люди возвращались бы Свою обыденную жизнь Но когда человек находится В поиске этой ночи Например, есть версия Что эта ночь Может быть В первых десяти днях Месяца Рамазан Есть хадис, который говорит Что В последних десяти днях Месяца Рамазан И также в хадисе Описывается От Муавия Ибн Абу Суфьяна Что он Как раз Аллаха по милости Всевышнего Аллаха и Тааля Ночь предопределения Ночь могущества На 27 число Или же Пророк Мухаммад Али Саратус В долговом хадисе Говорит О том Что Ищите в последние Десять дней И нечетные Десять дней Месяца Рамазан Что мы можем делать Для того Чтобы заставить Эту благодать Благодать Этой Благословенной Ночи Что мы можем делать Чтобы заставить Эту благодать Благословенной ночи Мы Должны Максимально Каждый день Каждую ночь Месяца Рамазан Заполнить Благими деяниями И в одном из хадисов Пророк Мухаммада Али Сарату Вассарам Описывается Тот Кто Прочитал Ночную молитву В мечети Джамаатам И утреннюю молитву В мечети Джамаатам То есть Совместно Прочитал То Аллах Аталя Записывает ему Вознаграждение И в книгу Деяний Как будто он Провел всю ночь В поклонении Каяму Лаиль Описывается Ночное стояние Вбдение В состояние Поклонения Всевышнему Аллах Даже если он Между ними Спал и отдыхал Поэтому Первые действия Которые мы Должны себе В привычку Выработать В этот Благословенный Месяц Рамазан Стараться Максимально Каждый день Каждый вечер Каждую ночь Максимально Джамаатам Читать Молитву Ночную Молитву Таравих Уитар И утреннюю Молитву В мечети Это касается Как раз Мужчин Описывается Что же Касается Остальных Как раз Пусть Аллах Тааля Действительно Примет В другом Хадисе Описывается Что Кияму Лаиль Стояние Ночной Ночной Молитвы Именно Ночное Стояние В молитве Благодействия В молитвах Добрых поступках И деяниях Это как раз Молитва Таравих Описывается Поэтому Не упустите Эту возможность Это первое действие Второе действие В эту ночь Желательно Как можно больше Читать Молитв Аскаров Восхваления И поминания Всевышнего Аллах Также В эту ночь Очень благословенно Считается Обращаться С поминаниями Всевышнего Аллах Аскары Например Какие Субханаллахи Вабихамди Субханаллах Азим То есть Вспомнив Эту Молитву Человек Получает Огромные Богатства Огромную Благодать От Всевышнего Аллах Или же Например Повторить Слова Астагафир Например Пророк Мухаммад Али Сарат Каждый день Как минимум Повторял 70 раз Эту молитву И просил О Аллах Прощение И в хадисе От Аиши Ради Аллах Говорится Что она спросила Я Расул Аллах О Пророк Аллаха А что делать С какими молитвами Обращаться Ко Всевышнему Аллах Если ты застал Эту Благословенную Ночь Ночь могущества Ла Иля Туль Кадр Пророк Мухаммад Али Сарат Обучает Ее И через нее Каждого из нас Пару Мухаммад Али Сарат Обучает Короткой Очень Мудрой Емкой Благословенной Молитве Какая молитва Она звучит так Аллах Аллаху 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 Ты прощающий Прощающий через свою Безмерную любовь Каждому созданию Аллаху Ты щедрый На свои блага Безвозмездно Нас каждого из нас Награждающий Огромными подарками И Щедрый На прощение То Хиббул Афа Любящий Это дело Любящий Прощение Так прости Жи нас Прости Наши Осознанно Или неосознанно Совершенные Грехи При грешении Короткая молитва Но столько в ней Мудрости Столько в ней Благодати Эту короткую молитву Пророку Мухаммаду Али-Ис-Рату-Сарам Как раз Обучил Своей супруге Аиша Радай Аллаху Анха И обучил Каждому из нас Также Очень благословенным Действием Деянием В эту Ночь Ночь Могущества Это Чтение Кур'ана Чтение Строк Из Кур'ана Кур'ан Это Конституция Каждого Мусульманина В ней Прописаны Ответы Практически На все вопросы И Читая Эту книгу Мы Открываем Для себя Путь Счастья Как в этом мире Так и Иншаллах Следующим Читая Эту книгу Мы открываем Для себя Уникальные Советы Всевышнего Аллаха Для будущей Жизни И в этой Жизни И Пророку Мухаммада Али-Ис-Рату-Салям В одном из речений Говорит Что Книга Кур'ан Не просто Слово Или молитва Это огромное Вознаграждение От Всевышнего Аллаха А за каждую Букву За каждый Звук Кур'ана Мы получаем Огромную Благодать Некоторые Задают вопрос Хазрат А как же так Почему мы Читаем Кур'ан На Арабском Языке Даже не Понимая Его Может Все-таки Стоит Читать На Татарском Или Русском Языке На более Понятном Для нас Языке Но Читая На арабском Языке Языке Оригинала Мы читаем Оригинал Оригинальное Обращение Ко Всевышнему Аллаху Если мы Можем Читать На арабском Языке И еще Открывать Например Перевод На русском Толкование На русском И понимать О чем Там Речь Идет Это еще Более Благословенно Но Если Даже Мы Не Понимаем Все равно Аллах Дает Огромную Благость И благодать Этому Человеку Приведу Маленький Пример Из жизни Внука Отправляют В деревню На летние Каникулы Дедушка Увидев Что Внук Очень Целеустремленный Любит Познавать Что-то новое Принялся Обучать Своего Внука Чтению Арабскому Языку И чтению Курана Естественно Ребенок Он приехал Отдыхать На каникулы Но Просто Так Сказать Что Бабай Дедушка Дедуля Я не буду Читать Совесть Его не позволяла Нужна была Веская Причина И вот В один из дней Этот внук Подумал Вот я читаю На арабском языке И не понимаю Вроде как бы А смысл Зачем читать Если я не понимаю Смысла не остается И на следующий день Он не выполнил Свою домашнюю работу Домашнее задание Пришел к дедушке И сказал Что Я не читал Потому что Не вижу в этом Большого смысла Так как Я не понимаю Абсолютно Арабский язык Дедушка Был очень мудрый Улыбнулся Хорошо Сказал Сынок Принеси Пожалуйста Воды С родника И достал Из погреба Корзину И дал Эту корзину Внуку Чтобы он Принес С родника Водички Внук Поспешил Конечно Он был удивлен Кто же Корзиной Носит воду Воду Надо носить Ведрами Ну Так как Дедушка Был мудрый Внук Подумал Наверное Дедушка Проверяет меня Возможно Это одно Из его Испытаний Для меня И он подумал Скорее всего Дедушка Хочет проверить Насколько я быстр Он Погружал Корзину В воду Доставал И быстро Быстро Направлялся К дому Последние капли Стекали Именно у ворот Он Повторял это Раз от раза Несколько раз Повторив Уже запыхавшись И изрядно Уставший Вернулся К дедушке И протягивая Корзину Которая до этого Предназначалась Для Носки Углей Она была Вся в саже Изначально Протягивая А видишь Ни одной капли воды Я не смог Принести В дом Дедушка Улыбнулся Еще раз И сказал Зато смотри В каком состоянии Эта корзина И действительно Пока он Погружал Эту корзину В воду Доставал Вся сажа Вся пыль И грязь Которая была На корзине Она вся смылась И корзина была Совершенно Новая И она блестела Подобно Только что Сплетенной корзине И так же Дедушка Сказал Возможно Ты не понимаешь Смысл Курана Не знаешь Арабского языка Но читая Куран На арабском языке Твое сердце Подобно На этой корзине Оно очищается Оно очищается От грехов И прегрешений Поэтому В эту благословенную ночь Дорогие друзья Побольше Читайте Куран Советы Всевышнего Аллахатара И ставрайтесь Понять Сакральный смысл Который вложен В эту огромную Мудрость Также Одно из Благословенных Действий В эту ночь Это Салават И пророк Мухаммад Али И саляту Ассарам Пару Мухаммад Али И саляту Ассарам В одном из Заречений Говорит Мэн Салли Алей Ашаран Салли Аллаху Тааля Би Ашара Тот Кто Упомянет Меня В молитвах Скажет Мне Салаваты Аллах Сам Десятикратно Вернет Ему То есть Тот Кто Вспомнит Меня В салаватах Как минимум Десять раз Хотя бы То Аллах Десятикратно Ему Вернет Благами Вознаграждениями И еще плюс к этому Человек Получит Огромную Благодать В виде Шефаата Пророка Мухаммада Али И саляту Ассарам Его Заступничество В судный день За каждого Из нас Пусть Аллах Утаря Удостоит Нас Быть Из числа Тех Кто Часто Вспоминает Пророка Мухаммада Али И саляту Ассарам В своих Молитвах Также В эту ночь Очень благословенным Считается Обращаться Ко Всевышнему Аллах Ата С молитвами Просьбами Мольбами Пророка Мухаммада Али И саляту Ассарам В одном из речений Говорит Аддуа Муху Ла Ибада Молитва Дуа Обращение Ко Всевышнему Аллах Ата Это основа Основа Поклонения И обращаясь Ко Всевышнему Аллах Ата Нужно правильно Обращаться Есть история Такая Где Бабушка У которой Не было зубов Она при разговоре Шепелявила И люди Часто посмеивались Есть люди Которые любят Всегда посмеяться Над другими Недостатками Других людей И Это очень сильно Обижало Эту бабушку И вот Она Находилась В поиске Ночи Могущества Когда принимаются Все благодатные Молитвы И Застала Эту ночь И попросила Себе Зубы И когда Она Уже Зубами Говорила Всем Гордясь Люди Смеялись Еще больше Потому что Она застала Эту ночь Благословенную Ночь Когда принимаются Все молитвы Обращенные Ко Всевышнему Аллаху Аталя Молитвы В благости Но попросила Только зубы Хорошо Если зубы Нужны были Она попросила Бо себе Зубы И еще плюс К этому Счастье Рая Или Благодати Пророка Мухаммада Али Прощение Грехов Но она Попросила Только зубы То есть Смотрите Дорогие Друзья Очень важно Правильно Обращаться Ко Всевышнему Аллаху Аталя Есть молитвы В Куране Которыми Аллах Аталя Уже Эти молитвы Принял И ими Обращались Пророки Обращались Благодатные Люди Люди Которые Попали Под благословение Всевышнего Аллах Аталя И Аллах Аталя Не спосылает Нам Эти строки В Куране Для того Чтобы мы Взяли Их Для себя На вооружение Взяли Себе В пример Чтобы и наши Молитвы Были приняты По милости Всевышнего Аллах Аталя Поэтому В эту Благословенную Ночь Постарайтесь Заполнить Благодатью Благостью Не пустыми разговорами А Молитвами Обращенными Искренне Ко Всевышнему Аллах Аталя И Аллах Непременно Увеличит Свою Благодать У этой Ночи Есть Очень явный Признак Она Будет Ясная В ней В этой ночи Будет Умеренная Погода Она Не будет Слишком Холодная Не будет Слишком Жаркая Она Будет Умеренная Касательно Этого Времени Года Когда Она Приходит И Следующий День После Ночи Могущества Солнце Будет Восходить Не обжигая Не ослепляя Глаза Поэтому Пусть АллатРа Удостоит Каждого Из нас Застать Эту Ночь Провести Ее В поклонение И в приближение И Обратиться Ко Всевышнему Аллах Наилучшим Образом И этими Добрыми Деяниями Приблизиться К милости Творца И получит Счастье В обоих Мирах Не забывайте Кстати Про молитву Короткую Но очень важную Молитву Аллахума Иннака Гафу Кариим Тухеб Лафу Фагфу Анна Аллаху Икбер Саламу Алейкум Варахматуллахи Вабаракатуху